Сегодня вся площадка, предназначенная под автоутиль, заставлена автомобилями самых разных марок. Программа утилизации в нашей области получила широкую поддержку автолюбителей. Стартовала программа в середине ноября, и в первые две недели около двух десятков машин занимали скромный уголок. Пик наплыва желающих сдать старый автомобиль пришелся на середину и конец декабря. С 21 ноября, как мы начали эту программу приема автомобилей, было принято 786 автомобилей. Это вот за неполных полтора месяца. Именно Южно-Казахстанская область. Порядок документов, там всего необходимы только два документа. Это снятие с учета на утилизацию и справка с банка о наличии расчетного счета. Наиболее предприимчивы южно-казахстанцы поддержанные автомобили сдают целыми партиями, скупая их в дальних аулах. Привозят автомашины десятками и, как считают, делают доброе дело на общее благо. Утилизация автомашин – очень полезная акция. Старая техника на дорогах создает пробки. Часто из-за них происходят аварии. Такие машины нужно убирать с дорог. И сейчас такие машины сдают целыми партиями. Я знаю ребят, которые сдавали по 6-7 автомашин. Один даже привез 16 автомобилей. Главное, чтобы деньги вовремя давали. С 1 января пункт приема автомашин прекратил, но это лишь временный мораторий. Оператор РОП приводит в порядок документацию и расчищает территорию под следующую партию автомобилей. Последний предновогодний порядка 150 машин мы приняли за три дня. Именно с 27 по 30 включительно. Чем такой ажиотаж объяснился? Ажиотаж? Ну, люди, наверное, думали, что программа закончится. Поэтому как бы все быстрее. Хотели уже свои машины сдать нам. Ну, действительно, чуть-чуть небольшой ажиотаж был. Но как бы потом уже всем объяснили, что все это продолжится после Нового года. И, в принципе, с 16 января в понедельник мы уже начинаем прием автомобиля. Порядок приема не изменится, обещают сотрудники компании. Но появится новшество – электронная очередь. Все желающие сдать автомашину получат свой номер с указанием времени и даты приема техники, что поможет избежать столпотворения у ворот приемного пункта. Даня Архудайбергенов, Ербол Макашев, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании.